Здравствуйте дорогие мои друзья и сегодня мы будем играть с вами в футуруфайт естественно от Marvel. Ну что же, давайте приступим. Ну что, у меня я смотрю почта, да? Есть. Давайте глянем, что нам прислали. Подарочки, энергия и пространственный мусор. Ладно, пригодятся надеюсь в дальнейшем. И достижения. Давайте глянем, что здесь. Ага, 50 тысяч и 15. Ну и я вам скажу, что деньги в этой игре никогда не бывают лишними. Их все время не хватает. Отлично. Так, давайте посмотрим, знаете что с вами? Магазин. Здесь я смотрю что-то у нас есть. Рекомендуемые предметы и восполнение. И причем это бесплатно. Так, а где именно бесплатно? Что-то я не могу понять. Давайте-ка посмотрим дальше. Ага, вот, в сундуках. Забирать героя от 1 до 4. Бесплатно. Так, я так понимаю, это надо на покупку нажимать. Ага, вот, ребята, найден герой. Сокол. Сокол имеет ментальную связь со всеми птицами, а его крылатый костюм позволяет ему летать. Ему довелось побывать напарником Капитана Америки и даже состоять в команде Мстителей. В роли кого бы он ни выступал, супергероя или социального работника Сэма Уилсона, Сокол посвящает свою жизнь защите других. Ну что же, очень хорошая история. Но в данный момент нам как бы не до него. А что у нас в команде? Ну, а здесь показана наиболее лучшая комбинация групп, в которой ему будет комфортно якобы драться. В общем, все понятно, ребята. Давайте пойдем далее. Вау-вау-вау, Халк, смотри, какой молодой еще, с улыбочкой. Так, ну что у нас? По энергии у нас все нормально, нам пока не нужно ее восполнять. И давайте, наверное, сходим с вами подменю в лабораторию. Заберем кристаллы. Ага, антиматерия, зашибись. 1430, это хорошо. Ну и все, здесь больше мы ничего пока делать не будем. И, наверное, с вами приступим к миссии, скорее всего, да, ребята? Потому что нам нужно проходить основное задание. Ну что, ребята, предлагаю вам к нему и приступить, в принципе. Давайте нажмем и глянем, что у нас там будет сейчас за миссия. Итак, перегрев и перезапуск. Отлично, просто хорошо. Так, у меня будет игрок Тор. В союзниках. Да, кстати, ребята, я хотел поменять себе полностью команду. Так что давайте, наверное, с вами полюбуемся, кого можно вообще к нам выбрать. Так, я, наверное, заменю Железного Человека и Венома. Я уже, честно говоря, забыл, как это все делается давненько. Этим не занимался. Так, вот мои, ребятушки, герои. Смотрим. Кого можно заменить? Даже, честно говоря, не знаю. Кстати, Богомола надо открыть. Почему он у меня закрытый? 21 тысячи. Конечно. Великолепно. Великолепно. Повышение ранга завершено. Ну что, по пятерочке практически везде прибавилось. Наверное, можно еще апнуть, да? Да. Ну и еще разочек прапаем ее. И она у меня получает какой уровень? Третий. Ну что же, прекрасно. Ух ты, еще что ли можно прапать? 81 тысяча. Нет, ребята, к сожалению, уже нельзя. Ну ладно. Ага, вот. У нас здесь 80. Биометрик нужно еще. Можно, в принципе, повысить. Но, если честно, я не хочу тратить билет именно на Богомола. Ладно, давайте, ребята, мы пока пропустим этот момент. Ну, единственное, что я хотел бы, это вставить ее в свою команду. Честно говоря, я подзабыл, как это делается. Где она у меня здесь в группе-то находится? Ага, вот она. Так, подождите. А как ее перенести в мою команду? Я уже забыл. Блин, да не то. Выбор, выбор, выбор. Как-то же. То ли просто переносить ее. Черт, как же это все-таки было давно, а? Все позабывал. Команда обновлена. Нет, это не то совсем. Нет, по-моему, просто берем... Ага, вот так вот, ребята. Все, отлично. Ну, заодно и посмотрим, что у нас это за птичка такая богомолвая. И с чем ее едят. Так, и давайте, наверное, ребята, заменим с вами Венома. Ух ты, смотрите, у меня Грут. Можно его открыть. Как раз биометрика вполне хватает. Ну что же, мы открыли с вами боевой Грут. Рост неизвестен, вес неизвестен. Так, древоподобное существо по имени Грут. Крепко подружились с енотом-ракетой. Вместе со стражами галактики Грут и ракета путешествуют по космосу, периодически попадая в неприятности. Ну что же, очень даже хорошо. А вот команда рекомендуемая. Так, замечательно. Ну что же, давайте, наверное, его тоже поставим в свою команду. И пускай он у нас начинает развиваться, качаться. Так, надо его найти. Вот он. Отлично. Я надеюсь, что за счет железного человека, за счет моего призрачного гонщика, мы все-таки их сможем немножко развить. Ну что же, приступаем, ребята, и смотрим, что у нас тут будет за задание. Обнаружена активность нескольких злодеев. Объекты из других измерений с ними? Нет, реакции на перемещение между измерениями не было. Может быть, устройство перегрелось в результате перемещения в крупных масштабах в прошлый раз? Как и сказал капитан, у красного черепа больше карт на руках нет. Посмотрим, когда встретимся с ним лично. Так, отлично, ребята. Что-то у нас короткий диалог был, но, в общем, мы должны с ним встретиться, я так понимаю. Сейчас увидим, кого мы здесь будем теребунькать на этот раз. Так, ну что же, ребята, качайтесь. Грут и богомоб у меня, да? Прибыл странник-союзник. Ага, Люк Кейдж. Да, Люк Кейдж, помощь мне не помешает. Так, ну и что мы здесь, ребята, с вами видим? Мы пока видим, что здесь сосунки одни нападают на меня. И, как обычно, мы их с легкостью всех разбираем. Так, ну смотрите-ка, мне идут довольно неплохие бонусы. И меня это радует, если честно. Ух-ух-ух-ух-ух. Великолепно просто было сейчас сделано. Так, переходим на вторую карту. Да, что ж так долго эти репорты срабатывают? Так, а с кем мы здесь драться? Что-то я, кстати, забыл посмотреть, кто у нас здесь будет босс. В принципе, это не важно, потому что в любом случае ему будет конец. Но все-таки хотелось бы знать, с кем мы здесь будем иметь дело. Так, ну что же, я сейчас только что увидел, как действует богомол, ребята. Она, походу, левитацию имеет. Это замечательно. Так, груд. Ну, груд у нас чисто физуха. Понятно. Физуха и корни свои везде пускает. В принципе, неплохо. Не знаю, когда мы его раскачаем, какие у него откроются новые скиллы. Но, думаю, будет неплохо, если ему дадут в напарники ракету. Ну, ракету я имею в виду енота. Так, давайте. И кто здесь у нас? Ты идиот. Он был единственным, кто знает, где находится ИЗА-8. Что нам теперь делать? Ты чокнутый маньяк-убийца. Да что ты говоришь? Надо было дать ему убежать? С каких это пор мы такие милосердные? Ты все испортил. Мне надоело тебя слушать. Возможно, моей следующей целью станет твоя зеленая морда. По-твоему, так ведут себя союзники? Железный человек. Что будем делать? А что еще? Убьем их. А я-то думал, что мы могли бы работать вместе. Вот я дурак. Так, меченый, значит, да, ребята? Ну что же, приступим к разборке его. Я думаю, ничего сложного здесь не будет. Ага, вы смотрите, здесь еще гоблин с нами воюет. Ну, гоблин уже отдыхает, все. Ну, и если честно вам сказать, то и меченый не такой уж и силен. Все, готов. Готов огурец, и меня это радует. Жалко, что у меня погиб Грут. Он не получит опыта много. И причем мне всего две звезды дали. Жаль, жаль, конечно. Так, смотрите-ка. Можно улучшить и навыки, и снаряжение. Это хорошо, но мы с вами пойдем дальше походить. У нас с вами на данный момент основная задача это проходить сюжетную линию. Все, в принципе, коротко и ясно. Так, что у нас миссии-события? Наверное, давайте, ребятушки, с вами зайдем, глянем и посмотрим, что нам там предлагают вообще. Пиратский мятеж. Это легко. Теплый прием. Нормально. В общем, ничего хорошего там нет. Так, пространственный разлом. Доступно три из трех. Внимание. Ага, понятно. У меня должно быть не менее трех героев шести звездочных. К сожалению, у меня еще таких нету. А так бы я бы, конечно, обязательно пошел бы на это событие. Ладно, тогда мы это пролетаем пока. И у меня есть эпическое приключение, да, ребята? Ну-ка, давайте зайдем и глянем. Может быть, пройти еще одну сюжетную линию? Как вы думаете, ребята, а? Ёлки-палки, тут их очень много. Давайте приступим, наверное, к краже. Перейти. Или что нам здесь? Гость-мелюдь? Хм. Карнак. Так, ну что же, я так понимаю, что нам остается только... Ага, это новая часть. Ясно. Мы с вами остановились, нелюди. Давайте попробуем поиграть. Хотите включить режим без ограничений? Да черт его знает. Здесь выполняется выбрать. Нет. Наверное, все-таки нам придется с вами нажать без ограничений. А больше я не вижу. Как еще начать-то? Давайте, бог с ним. Была-не была. Что это такое? 19 минут. Ага, вот. Рекомендуемый уровень 20-44, 45-59. Начнем с первого, как обычно. И посмотрим, что здесь будет. Героев я менять не буду, ребята. Пускай они качаются. Тони, у нас гость. И еще один гость. Это конспиративное убежище, а не отель. И кто же это? Кто ты, милая? Меня зовут Лунелла. Лунелла Лафайет. Но я также известна под именем... Лунная девочка. Вы слышали обо мне? Тони Старк слышал обо мне? Это не совпадение. Я слышал о тебе, потому что я Тони Старк. Не хочу показаться грубым, но кто это? Она гений. Не моего уровня, конечно, но близко. Не люди тусуются с красным теренозавром. С кем, прости? Его зовут Дьявол. Точно не знаю, почему, но так его назвало племя волосатых людей. В общем, это не важно. Важно то, что мне нужна ваша помощь. А что у тебя за проблемы? Полагаю, ты заскочила к нам не для того, чтобы просто потусоваться. Как бы заманчиво это не звучало, но боюсь, что нет. Я пришла предупредить вас о Максимусе. О ком? Я слышал о нем. Это брат Черного Грома, короля нелюдей. Его еще называют Максимус Безумный. Полагаю, не потому, что он просто без ума от кого-то. Его бросили в тюрьму, но он сумел выбраться и намерен уничтожить командиров гвардии Черного Грома. Одних из самых сильных нелюдей. Он считает, что так Черный Гром станет более уязвимым. И как он собирается их уничтожить? Он завладел их разумом, используя свои псионические способности. Пока они в сознании, он может ими управлять. Дай-ка я угадаю. Он посылает их на опасные дела, чтобы они создавали проблемы и надеются, что их при этом убьют. Точно. Медуза и Черный Гром пытаются высадить, где скрывается Максимус. Они отправили меня предупредить вас о ситуации. Хорошо, мы предупреждены. Ты хочешь, чтобы мы отправились за ними и попытались устроить на них облаву? В этом нет особой необходимости. Один из них на пути к Старк Тауру. Замечательно. Ему помогают Альфа Примитивы. Это раса рабов, но Максимусу удалось взять под контроль их умственные способности. Мы только что получили отчет с наших экранов наблюдения. Я знаю нарушителя. Это Горгон. Я с ним знакома. Он может нападать, так что мало не покажется. Рассредотачиваемся, ребята. Мы противостоим нелюдю. Хе-хе. Ну что же. Давайте посмотрим, что это за нелюди и Альфа Примитивы. Такие, которых они тут, видите ли, боятся. Так, Старк Тауэр. Ага. Прибыл странник-союзник. Инферно. Ну что же. Поддадим жару. У этих Альфа Примитивов есть какие-нибудь особые способности? Они большие, сильные и мерзкие. И их много. Замечательно. Не отмораживайтесь, ребята. Если бы я отморозился, то превратился бы в снеговика. К чему они вообще это сейчас говорили? Ну да, нам в принципе это не важно. Главное, сейчас мы их будем, ребята, разбирать потихоньку. Как я посмотрю, они слишком ватные здесь. И это и есть их не изверги. Ну, если честно говоря, это просто обычные люди. В упор не вижу, чтобы они были сильные, как они тут заявляли. Ну ладно, переходим с вами на следующую карту. Точнее, на следующий подуровень. И в принципе у нас сейчас должен быть босс. Если я, конечно, чего-то не путаю. Так, давайте идите сюда, ребята. По-моему, мне кажется, надо сделать немножко уровень сложности побольше. Уж больно все как-то легко делается здесь. В общем, так сделаем. Сейчас я этот уровень прохожу. И ставим с вами чуть-чуть побольше уровень сложности. И посмотрим, как у нас из этого все получится. Давай, ребята, подходите. Окружайте меня. Я обожаю валить вас целыми кучами. Ну все. Теперь уже, по-моему, точно будет у нас босс. И я забыл, кто у нас там. Горгон или Горгур. В общем, сейчас мы его увидим. Ну что ж так долго грузишься, а, родная? Давай быстрее. Вот. Горгон! Отступи, сынок. Ты не в своем уме. Сынок. Должен вас уничтожить. Вот он, значит, Горгон у нас. Это, говоришь, не ты. Я хорошо знаю свой собственный голос. Плохо дело, Кэп. Его сейчас контролирует Максимус. Он прав. Его нужно завалить быстро и жестко. Ладно. Давайте сделаем это. Готовьтесь к смерти. Я готов к ней каждый день. Но я по-прежнему жив. Ну давай посмотрим, что ты из себя представляешь, Горгон. С дубинкой сейчас какой-то. Фу, ребята, все. Ему хана. Он просто вата. Отдохни. Оп. И лег поспать. Миссия пройдена, ребята. И это хорошо. Я надеюсь, три звезды получим на этот раз. Раз, два, три. И все замечательно. Грут у меня растет. Богомолд мой тоже растет. И мы сейчас с вами... А, я не понимаю, что я здесь делаю? Можете поблагодарить Максимуса? Я тебя знаю. Ты новенькая лунная леди. Почти угадали. Лунная девочка. Меня сюда отправил Максимус во имя Аттила. Зачем он это сделал? Чтобы ты погиб, сражаясь с нами. Это смешно. Чтобы вы убили Горгона? Полный бред. Вам повезло, что вы еще живы. Напомните, почему мы все-таки его не убили? У нас нет для этого времени. Мне только что сообщили о еще одном нелюде. Горгон, давайте разберемся с ним. Подожди, не спеши, юная леди. Нас уже в это втянули. Теперь у тебя будут спутники. Хочешь ты этого или нет? Хочу, кстати, заметить, что скоро должен начаться футбольный... Тони. Ладно, идем. Сядем на Квиджет. Нам он не нужен. У меня есть устройство Кри. Оно перенесет нас прямо туда. Устройство Кри... А это безопасно? Если тебя волнует безопасность Тони, то ты не тем в жизни занимаешься. Верно подмечено. Хе-хе-хе. Ну что же, ребята, очень интересно. Так, я получил достижение. И это замечательно. Ну что же. Так, эпическое приключение. Давайте посмотрим, что у нас здесь открылось. Или что мы все-таки тут прошли. Так, ну давай-давай. Ага, кража. Ну-ка, ся. Давайте-ка перейдем. И посмотрим, что у нас здесь. Гость нелюдь. Ну это мы сейчас в данный момент проходим. Или уже прошли. Карнак зажигает на Бродвее. Ага, вот, ребята. Так, 45-59 может уровень взять. Будет, наверное, самое то для нас, да? А здесь у нас что? Нелюдь-1, Нелюдь-2. Можно, в принципе, и здесь пройти. Знаете что, давайте вначале мы посмотрим, что вообще за ревер тут будет у них. Так, они 45-го уровня все. И вроде бы ничего особо такого интересного нету здесь. Ладно, давайте глянем тогда, наверное, на 60-й. Что там у нас будет? Давайте-ка посмотрим. Практически то же самое. Только враги у меня 61-го уровня. Ну, а дроп практически тот же самый. Поэтому давайте, наверное, мы с вами все-таки возьмем 20-44. Враги поменьше, послабше. Ну и дроп, естественно, похуже. Ну, если мы сейчас так же пройдем все это легко и просто, то просто повысим с вами уровень сложности. И я думаю, все будет у нас нормально. Ну что, ребята, начнем отжигать. Старк Тауэр, да? Иди сюда. О, ребята, нет. Я смотрю, они ватные. Придется нам, наверное, с вами все-таки повышать уровень. Ну что это такое? Смотрите, на удар. Даже на полудара их вполне хватает. Так, что это за костюмы у них такие интересные? Красные с желтыми вставками. Так, пока вообще никаких проблем нету. Периодически с моей команды выходит Грут, так же, как и Богомол, и помогает мне. Помощи я пока вызывать не буду. Как вы видите, это у меня Тор здесь. Ну, давайте бегите сюда. Ух ты, целая компашка вылезла. Вот, видели? Сейчас только что Грут выпустил свои корни. Ну, он так временно появляется, периодически. Не на постоянной основе. Так, все, здесь мы разбомбили. Ящики все эти пособирали. И, по-моему, сейчас уже будет босс. Ну да, это у нас Гаргон. Ладно, сейчас мы его в очередной раз по-быренькому отдубасим. И будем делать уровень сложности потяжелее. Тут уж слишком все мягкотело идет. Миссия пройдена. Ну, еще бы она не пройдена была. И я также получаю три звезды. Раз, два, три. Да, все отлично у нас. Так, Грут и Богомол, по-моему, получили у меня по уровню. И это хорошо. Ладушки, давайте тогда сейчас мы посмотрим. Кража выполнена. Ага. Вы добрались до сюжетной миссии Кража. Чтобы получить, так, эпическое приключение. Ну, давай нажмем. И что же мы получаем? Ага. Камень силы Норн. Пятьдесят штук. Добавлю новый контент исследования. Материалы для исследования. А где их взять? Отслеживание какое-то появилось. И все. Больше ничего я не могу сделать. Исследуйте сферу Агамота. Так. Сфера Агамота. У меня не хватает, ребята, 42 материала для исследования. А где их брать? Я ума не приложу. Странно. Но ведь это же должны они добываться. Забрать ничего не могу. Перейти, я так понимаю, тоже не могу. Точнее, перехожу, но на вот сюда. Понятно. Где-то, короче, нужны эти фрагменты. Не знаю пока, где мы их будем добывать. Но дальше мы без них пройти никуда не можем. Что у нас тут за турнир? Ёлки-палки. Турнир союзов. А сюда я могу, интересно, зайти? Так. Место четвертое, пятое, шестое. А я не состою ни в каком союзе. Что мне делать? Значит, я пролетаю. Путешествие героя. Начать. Ну, давайте посмотрим, что тут. Не пойму я немножко. Грудь такой. Здорово, ребята, как дела? Я есть, Грудь. Ладно. Давайте делать тогда миссию. Поставим себе 60-й уровень и попробуем ее пройти. Ну что же, приступаем. Главное, чтобы я не переборщил, конечно. 60-й уровень, это все-таки вам не 20-й, 44-й. У меня персонаж 42-го. Ладно, будем сейчас смотреть, что из этого получится. Там еще, кстати, можно будет потом выбить биометрику Карнака. А это очень хорошо. Поехали. Тайм-сквер. Сквер у нас, да? Так, какие-то роботы. Прибыл странник-союзник. Опять инферно у меня будет. Подадим жару. Ну, естественно. Ух ты, вот так телепортатор. А можно мне разобрать его на части, когда мы покончим с этим? Хе-хе. И если останетесь в живых, конечно. Кто это такой, лунная девочка? Это Карнак, смертоносный мастер рукопашного боя, который всегда знает ваши слабые стороны. Ну, у меня нет слабых сторон, так что все у нас будет в порядке. Последний раз, когда я видел, как Карнак сражался с противником в броне, он раздавил его, как виноградину. Ну, я не думаю. Я буду обязательно об этом помнить. Уж постарайся. Нужно найти его быстро. А есть предположение, почему он на Тайм-сквер, лунная девочка? Кто знает, какая безумная идея пришла Максимусу в голову. Кроме того, нам не стоит забывать о примитивах. Тогда будем готовы ко всему. Я всегда готов. Так, ну что, ребят, давайте посмотрим, что это у нас как... О-о-о-о-о-о! Ёлки-ты-палки. Ребята, я вроде бы переборщил с уровнем. Вы посмотрите, я только начал играть. У меня же пол-ХП нету. Ёлки-палки. Да, я так далеко не иду. Гипетский ты насос. Я еще забыл поменять команду себе. Я так и пошел с этим Грутом недокаченным и Богомолом. О-о-о-о-о-о! И что? Что у нас тут? Да ничего хорошего. Блин, ребята, придется тратить кристаллы. Ну, первая попытка, видимо, бесплатна была. И далеко мы так не уйдем. И это лишь мобы. А что будет делать босс? Я даже думать пока не хочу об этом. Как видите, мне пришлось вызвать Тора хотя бы на помощь. Иначе была бы полная задница, как говорится. Ладно, вроде бы пока нормально идем. Справляюсь. Ну, как нормально идем? Относительно. Пол-ХП уже нету. И это только середина уровня. Ё-моё. Нежданчик, конечно. Не ожидал я, что так получится. Всё. Переборщил. Действительно, я со сложностью уровня. Ну, может быть и не переборщил. По крайней мере, я не поменял... Не поменял себе компанию. Придется тратить 35 кристаллов. Так, давайте это все закроем. Нам это пока не нужно. К моей команде, да? Продолжаем. Я так, наверное, ребятушки, все кристаллы и спущу здесь. Грут, давай, 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 устраивай. Так, ага, хорошо. Мой призрачный гонщик опять вернулся. Да что ж такое-то? Да, крепкие здесь ребята, однако. И разбирают меня достаточно легко. Так, ну что, по-моему, здесь сейчас уже будет босс, если я не ошибаюсь. Это уже как бы третий подуровень. И он должен быть заключительным у нас. Так, а босс у нас здесь Карнак. Так что, думаю, никаких... Я уже начинаю ненавидеть этих альфа-примитивов. Их целые толпы. Не буду спорить. Стойте. Вон там. Это Карнак. Он не выглядит слишком крутым. Думаю, мы только что узнали о твоем слабом месте, Тони. Это твоя самоуверенность. Она была бы слабостью, если бы не была оправданной. Вы двое, только не сейчас. И так опять инопланетные захватчики бросают мне вызов? О чем он говорит? Карнак, это лунная девочка. Значит, ты признаешь, что вы из другого мира? Что? Нет. Вам не спрятаться среди землян в этом облище захватчики. Отлично. Он думает, что мы захватчики из другого мира. Мы догадались. Карнак, это мстители. Отступи. Твоим разумом управляет Максимус. Именно так бы сказал замаскированный инопланетянин. Но тут он прав. Карнак, мы не можем позволить тебе нападать на беспомощных граждан, лишь потому что какой-то безумец подчинился себе твои мысли. Если вы думаете, что сможете остановить меня, то вы глубоко ошибаетесь. Так, ну что же. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Этот Карнак. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ребята, о-о-о-о. Елки. Все. Так, ну Грут здесь вообще ничего не сделает. Так же, как и Богомол, потому что они всего 24 уровня. Придется тратить кристаллы, ребята. А у меня их осталось очень мало. И всего лишь я... Сколько отнял-то? Даже половины не отнял у Карнака ХП, елки-палки Опять, опять уже половиночку он у меня отобрал И я думаю, что мне с ним здесь не справиться будет Да к тому же груд этот ватный Елки-палки, я уже молчу Давайте еще разочек Если я сейчас его не завалю То, наверное, ребята, я уже не буду тратить кристаллы Они не так легко здесь добываются А потрачу просто впустую Нет, надо было все-таки брать немножко послабший уровень Переборщил я, конечно Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так, ну-кася Все, пол ХП отобрал Ну и у него, в принципе, половина жизни Нет, ребята, не буду я тратить Давайте отступим Хотя можно было бы попробовать Нет, все-таки давайте отступим Мне жалко кристаллов, ребята Так, что? Миссия провалена? Ну, понятно, что она провалена Ну, лучше так, чем потратить все кристаллы И не убить его Ну, раз уж такое дело вышло Давайте хотя бы посмотрим Кого вообще можно было бы взять к себе в миссию Так, обучение Начать путешествие героя 5 Ну, это нам не нужно пока Давайте глянем свою команду И я посмотрю, кого здесь можно мне вообще улучшить Так, это пока кто у меня есть Ну что, братишка, давай мы тебе поднимем ранг 21 тысяча, не так уж и дорого Отлично Замечательно Железный кулак Угу Путешествие героя 5 закончено Это все замечательно Но мы дальше смотрим И... Блин Не хватает единички всего Ёлки-ты-палки Вы посмотрите Вы посмотрите, сколько здесь персонажей И это все можно будет открыть Ёлки-ты-палки Ничего себе тут Одних только спайдерменов Три вида На разной мутации Так, гном Какой-то оборотень Непонятно Я таких даже и не знал И не видел Откуда они Бешеный Халк Енот Так, Инферно тут Ага А это у нас вообще какие-то эпические пошли, да? Эксклюзивный герой рейда на мирового босса Так Три персонажа Шесть звезд И нужно миссии пройти 8-10 Решающая битва Да До этого мне еще, ребята, очень и очень далеко Ну что же Ничего у меня не получается Никого я не могу взять Так Что у нас по почте? Я могу забрать 50 камней силы А это что такое? Ага Это биометрика Ну и кого же мне взять? Ты кто такая? Адская кошка Скоростная Биометриков у нас нету А это человек-паук Какой-то Моралис Так Йонду А это кто? Гвен-паук Так, ну что Давайте тогда, наверное, возьмем адскую кошку Выбираем ее Да, я хочу получить биометрики 8 штук всего Нужно 10 2 штуки надо будет где-то еще добывать Чтобы ее открыть Так, ну что Давайте улучшим Нашему богомолу Снаряжение Причем по максимуму Так, замечательно Давайте следующее Не так уж, в принципе, и дорого все Хотя, ребята У меня там что с деньгами? 44 тысячи Да, придется практически все потратить Так, и здесь тоже сделаем улучшение Все равно нам в дальнейшем ее прокачивать Поэтому ничего плохого в этом нету Так, все Снаряжение мы ей прокачали полностью Навыки Ну вот можно и навыки, значит Энергетический урон 83% Ага 4 звезды, чтобы открыть А тут 5, 6 Фух Это еще совсем не скоро будет Да Ну, хотя бы чувство опасности Давайте попробуем Ё-моё 50 тысяч, чтобы улучшить Обалдеть Надо будет, ребята, копить деньги Но скажу вам одно Что деньгами здесь не особо балуют Так, что у меня здесь? Мастерство может быть повышено До доступного ранга и количества звезд Максимум 6 уровней А он у меня полностью, да, получается? Да, прокачанный полностью Ну и само собой Я не смогу ему изучить скилл Так ведь? Ух ты 368 тысяч надо Да Надо копить деньги Ну что же, ребята На этом я буду завершать этот выпуск Всем спасибо за просмотр Мы обязательно увидимся в следующих сериях А на этом все, ребята Всем пока и до скорого